Я всегда видел то, чего другие не видели. А того, что видели другие, я не видел, сказал однажды великий художник Сальвадор Дали. Действительно, рисование – это уникальное ремесло, позволяющее видеть мир в особенных красках и тонах, и в то же время создавать что-то новое в изобразительном искусстве или перевоплощать старое, делая мир еще прекрасней. И речь идет не только об умении рисовать на холсте или других материалах, в большей степени об умении отображать в своих полотнах красоту окружающего мира. Жительница города Карачаевска Елена Чучаева в каждую свою картину вкладывает свои мысли, чувства и уникальное мировоззрение. Это позволяет другим людям увидеть обычные вещи совсем под другим ракурсом. Моя творческая деятельность начиналась именно на этом месте много-много лет назад. Мне было около шести лет, когда я начала выходить и рисовать. я увидела на чердаке у нас картины моего дяди, дяди Жени, который работал на худографию, преподавал в свое время. И меня очень завлекли эти картины. Я хотела, очень захотелось повторить за ним его деятельность. Мне очень понравились те краски, которые я нашла на чердаке. Тот же самый этюдник. И я достала все эти вещи и начала просто тот же самый пейзаж, что сейчас рисую, начала просто рисовать горы. Это было первое мое знакомство с красками. Потом я закончила художественную школу детскую в дальнейшем. тогда-то и началось мое понимание, то, что спорт и творчество, они идут у меня рядом. То есть разделить я не могу эти две, эти два направления. То есть я, когда училась в художественной школе, я пошла параллельно на карате и начала заниматься и рисовать. И поняла, что меня вдохновляет спорт. Когда я пошла, ну, в дальнейшем я поступила на художественно-графический факультет в нашем университете. Также закончила. И познакомилась с альпинизмом. Начала ходить в горы. В горах я поняла, что меня на самом деле вдохновляет. То есть это и красота, и спорт, и все в одном, как говорится, флаконе. Вот, в принципе, так и зародилась моя деятельность как инструктора и художника. В своем творчестве героиня нашей программы использует разные материалы и техники. В основном это акриловая и масляная живопись. Работает в пейзажном и портретном жанре. В приоритете, конечно, именно горные пейзажи. Ну, в основном вдохновляюсь именно пейзажами нашими горными. Вот. Времени, ну, когда я начинала, у меня времени было достаточно. Я занималась и училась по этой профессии. У нас непосредственно мы должны были писать и картины и так далее. Потом, конечно, стало сложнее, когда я начала тренерскую деятельность. Потом вышла замуж. У меня родился сначала первый ребенок, вот, недавно родился второй ребенок. также нужно работать помимо творчества. То есть картины, они, конечно, продаются, но не столько, сколько хотелось бы. Поэтому зарабатывать дополнительно тоже нужно. Вот. Но время, как говорится, если человек чего-то желает, он на это время всегда найдет. Поэтому привлекать ребенка своего также можно. Сейчас подрастет второй тоже. Они отдельно будут рисовать, я буду рисовать. Иду с туристами, допустим, в горы, тоже там можно время находить для живописи, когда они отдыхают, допустим. Ну и так далее. Время всегда можно найти на свое любимое дело. Карачаевск красивый город нашей республики с живописной панорамой гор, окружающей его с трех сторон. Здесь очень красиво и, конечно, в творчестве Елены это играет немаловажную роль. В 2015 году, окончив с отличием Институт культуры и искусств Карачаева-Черкесского государственного университета по специальности дизайн среды, она поступила на магистратуру факультета физической культуры к ЧГУ уже по специальности тренер по выбранному виду спорта, который также успешно окончила. С 2019 года вместе с супругом Тамерланом Чучаевым является основателем клуба спорта и туризма «Снежные вершины» в городе Карачаевске, целью которого является развитие культуры, спорта и туризма в Карачаево-Черкесской республике. Помимо спортивной и походной деятельности в рамках клуба проводятся планеры, а также достопримечательностям республики и мастер-классы по написанию горных пейзажей. В основном я хожу с туристами. В основном туристы приезжают из Москвы, из Питера, ну и из-за границы, с разных стран, со Швейцарии, из Америки, ну и так далее, с Германии. В общем, вот, вот как-то у нас так. И я именно хочу популяризировать наш горный вид спорта именно в нашей республике. Это одно из моих интересов, предпочтений. Я могу вам бесконечно перечислять те маршруты, которые меня впечатлили. Но, наверное, самый такой, самый-самый такой маршрут, который меня больше всего впечатлил, это, наверное, первый мой поход. Мы ходили с братом на озеро, на озера, точнее, Муруджу. Если слышали о таких местах, это по дороге в Дамбай, есть тропа на замечательное озеро. если туда подняться на самую верхнюю точку по хребту между двух озер, то можно увидеть сразу одно черное, другое голубое озеро. И вот, наверное, с того момента, ну, не с того момента, просто это один из самых, наверное, красивых, может, из-за того, что он был первым моим маршрутом, но мне он показался самым красивым. я шла, светила солнце в тот момент, трава изумрудная прям светилась на солнце, капельки прям лучей пробивались через ручейки, там, получается, ручейки текли, стекали с этих озер через изумрудную траву, через вот эту зелень, и светились, как вот алмазики такие маленькие на солнце. Это было вообще, на самом деле, круто. Ну, потом, я могу перечислить просто, которые меня еще вдохновляли. Это Суфлоджинские водопады. Меня очень впечатлили на Донбай, по Манаускому ущелью. Потом Аксаутское ущелье, тоже очень там красиво. Ну, и много-много-много других вообще у нас замечательных мест, которые стоит посетить и художникам, и фотографам, и просто людям, которые интересуются вообще туризмом, походами. Елена обладает способностью чувствовать и видеть мир под разными углами, которые недоступны для обычного человека. Это уникальное восприятие позволяет ей создавать реалистичные полотна, которые притягивают взгляд окружающих и привлекают своей легкой загадочностью. Недостаточно того, чтобы просто ты отложилась в мыслях, и ты пришел и нарисовал. Недостаточно того, чтобы ты просто сфотографировал. Допустим, многие художники пишут «Увидел фотографию, картинку нарисовал красивую и продал». Я, например, так не могу. Мне нужно попасть в это место, прочувствовать, понять свое ощущение от этого места. То есть, я могу прийти в гору, на какой-либо туристический объект, маршрут, и мне он может не совсем впечатлить, и я не увижу картинки. Бывает, ты приходишь, ты окунаешься полностью в эту, даже не в природу, а в это состояние. У тебя переворачивается все сознание, особенно, когда ты идешь в далекий маршрут, и ты сохраняешь, ты фотографируешь, ты фотографируешь просто точки, с которых будет красиво видна композиция. А само ощущение ты не можешь сфотографировать, ты его можешь только прочувствовать, пропустить через себя. То есть ты приходишь наполненный этим ощущением, и не всегда получается сразу картина, тебе нужно это ощущение пережить. Некоторые, ну, я в том числе, и художники, с которыми я общалась, им надо, там, некоторые годами ходят, переживают это ощущение, и только потом они понимают, что они хотят изобразить на своей картине. То есть я пишу не просто, ну, я, ну, не поклонник, честно сказать, реалистичных пейзажей, даже если ты пишешь реалистичный пейзаж, то там должно быть, должна быть своя изюминка, ты не можешь просто нарисовать, и всё, ты должен душу туда вложить, ты, тогда человек подойдёт к картине и скажет, ой, я там хочу туда попасть. Вообще есть самоучки, да, я, например, училась, но, чтобы, ну, именно вот эти цвета подбирать и так далее, этому всему учат, да, как смешивать краски и так далее. Но, ну, сложность какая-то есть в плане того, что там, ну, красок, может, не хватает, там, каких-то оттенков и так далее. ну, вообще сложность заключается в том, чтобы именно вот это ощущение передать, то есть не просто подобрать тон краски, но совместить этот тон, оттенок краски с другими оттенками так, чтобы передать именно своё ощущение от увиденного. Вот в этом, наверное, сложность заключается. Вот, а так вообще продаётся масса уже оттенков, любую краску можно купить, главная, как эту краску преподать. Вот в этом вся сложность. Конечно, хочется рисовать часто, но не всегда получается рисовать. То есть ты, ну, я имею в виду не из-за того, что нехватка времени, да, это всё понятно, то есть не всегда у тебя получается сосредоточиться, посидеть в тишине и порисовать. То есть обычно я выбираю это раннее утро для того, чтобы порисовать. То есть я даже, ну, не утро, даже часа в три, в четыре встаю для того, чтобы порисовать, потом ещё побегать, потому что вдохновляюсь я от бега тоже по утрам, если в гору не получается пойти. И как-то вот это всё пытаюсь совместить это с точки зрения того, что вот дети у меня маленькие. Но не всегда, когда есть настроение рисовать, не всегда получается. То есть ты бывает, вроде всё знаешь, как рисовать, ты учился на это, но вот ты садишься, и у тебя вот получается, ну, иногда вот вообще какая-то просто какая-то детская картинка, которая, ну, вроде как-то не учился. А бывает такое, что ты приходишь, особо даже желания нет, ну, у тебя раз, и вот выдаёшь ты что-то там интересненькое. Это всё зависит от настроения. У меня обычно это после того, как я прихожу именно с походов с туристами, куда-то пройду, прихожу, и у меня прям вот настроение, я рисую, мне это нравится, мне это получается. Вот. Ну, оно так, оно по настроению бывает, не всегда, я же говорю. Конечно, не всегда всё получается. Чтобы достичь высшего уровня мастерства и создавать завораживающие картины, необходимы десятки часов кропотливой работы и упорного труда. Если о материальном говорить, хотелось бы, конечно, чтобы у меня был свой угол, где я могла бы спокойно, тихо уединиться и написать все свои задуманные картины. Ну, это что касается такого. А так, ну, конечно, хотелось бы, чтобы у меня было побольше выставок, чтобы, конечно же, мои картины покупали люди. Вот. Чтобы, как бы сказать, о чём я ещё мечтаю? Мечтаю о том, чтобы, ну, не как художник даже, как инструктор, как, ну, я занимаюсь горами, чтобы ко мне люди приходили и просили, давайте сходим там в горы, мы хотим там писать картины. Хочу именно, вот всю жизнь у меня желание заниматься именно с людьми в горах, то есть рисовать, водить. Всё, что связано с горами, я вот мечтаю находиться именно всё, что связано с горами, вот в этом, в этом всём ощущать себя там, то есть не сидеть где-то в квартире дома, да, постоянно, чтобы моя жизнь была связана именно с природой, чтобы можно было воплотить все свои мечты, которые я задумала, то вот сейчас я, например, вышла, вот мне удалось выйти порисовать благодаря вам, и я вот стою и наслаждаюсь этим процессом, я и разговариваю, и рисую, и вот мне это в удовольствие, я спокойно как бы себя сейчас ощущаю, мне легко, мне свободно дышится за счёт того, что я занимаюсь своим любимым делом, вот, и поэтому, поэтому хочется связать именно свою работу именно с, ну, я это и делаю потихоньку, именно с этим родом деятельности, чтобы не чувствовать себя, как вот многие приходят и говорят, ну, на тренировке там и с кем-то, я и на фитнесе работала одно время, вот женщины приходят и жалуются, вот, я, говорит, сидела целый день на работе, у меня там болит спина, у меня болит голова, я хотела бы позаниматься, но у меня уже нет на это ни сил, ни энергии, и так далее, вот, чтобы такого не было, вот, я поэтому связываю именно свою жизнь с активным, с активным образом жизни, с активным образом жизни и пишу, и стараюсь писать картины тоже через свое творчество передаю, именно, хочется передать вот эту, именно свободу, свободу, которую я ощущаю, находясь в горах, потому что нигде в другом месте такую свободу никто не почувствует, вот, наверное, вот поэтому. мне как художнику очень-очень важно, что, что говорят другие люди о моем творчестве, понимают ли они то, что я хочу передать им, донести, то есть я пишу картины не просто ради того, что, ну, чем, для того, чтобы чем-то заняться, да, а для того, чтобы донести до нашего общества ту красоту, ту свободу, о которой я уже говорила, вот, и мне очень важно их мнение, и это зависит, мое вдохновение зависит на тоже, как бы, от того, что говорят окружающие, вот, ну, и не обязательно, конечно, слушать всех подряд, потому что многие просто не понимают творчество, ну, так в основном, смотря, смотря, к кому прислушиваться тоже, да. Гордится Елена своим членством в Союзе художников России. Это для художницы стимул развиваться дальше, а еще она регулярно участвует в различных выставках. Мы недавно отправили картины на выставки, у меня сейчас картина в Армавире, одна, одна в Пятигорске, и у нас в университете на третьем этаже, на художньо-графическом факультете, также висят две моих картины, вот, то есть, то есть, три выставки сейчас у меня проходят. Это спасибо, кстати, Руслану Маршанкулову, передаю привет. Ну, в общем, это человек, ну, вдохновитель, на самом деле, наш художник знаменитый по нашей республике, и не только по республике, который как раз-таки подтолкнул, помог, дал, дал понять, что не нужно, не нужно слушать всех подряд, а только выборочно, вот, чтобы добиться своей цели в творчестве. Я благодарна своей семье за то, что вот у меня муж поддерживает, мама поддерживает очень сильно, потому что, если бы не они, у меня бы не было столько свободного времени, чтобы реализовать свой потенциал, свои творческие успехи, у меня бы, ну, у меня не было бы таких больших успехов, если бы не эти люди. Только тот человек, который четко видит цель, не останавливаясь на полпути, и способен воплотить задуманное в жизнь. Героиня нашей программы своим творчеством делает мир краше, богаче и ярче. Ведь для целеустремленной, активной и жизнерадостной Елены Чучаевой живопись является не только профессиональным видом ее деятельности, но и состоянием ее души и даже в какой-то степени смыслом жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok